приходят к Иисусу и видят, что бесновавшиеся, в котором был легион, сидят и одеты в здравом умею, страшились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. С одной стороны, люди, конечно, испытывают какой-то такой испуг и почтение. Они видят, что да, произошло нечто чудесное и великое, но свиньи пропали. Вот без свиней они остались. И они больше всего обеспокоены тем, что этот чудотворец может нанести им дальнейший какой-то ущерб животноводству, и поэтому они его просят. Они его не изгоняют, а так вежливо просят, чтобы он отошел от пределов их. И так бывает, что человеку кажется, что Христос, входя в его жизнь, нанесет ему какой-то ущерб, что-то разрушит, что-то разломает, каких-то он свиней через это лишится. У какого-то человека это могут быть какие-то греховные удовольствия, у кого-то могут быть какие-то неправедные прибытки, и человек понимает, что если он всерьез обратится к Христу, он должен будет все это оставить. И ему оказывается, что какие-то его местные свиньи, они ему дороже, чем вечное спасение. Это очень печально, хотя так бывает, что Господь по милости своей устраивает так, что без свиней человек все равно остается и потом обращается к спасению. Субтитры создавал DimaTorzok